В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте. Около 30 вкладчиков банка Портофранко пытались попасть на прием к временной администрации. Одесситы хотели получить свои деньги, но дверь им так и не открыли. Чем все закончилось, расскажет Ольга Голодова. Вот так вкладчики Портофранко пытаются остановить начальника временной администрации. Когда автомобиль марки Тойота покидал территорию Портофранко, митингующие перекрыли ему дорогу. Но водитель развернулся и уехал в противоположном направлении. Скажите, а кто поехал в этой машине? Это начальник временной администрации Красюк Игорь Иванович. Это как они убегают от нас, от людей. За несколько минут до этого из тех же ворот выехала и инкассаторская машина. Ответ от временной администрации вкладчики все-таки получили. В письменном виде организаторы митинга зачитывают письмо. Выплаты вкладов вышеозначенных вкладчиков будут проводиться на основе индивидуальных обращений в фонд по адресу город Киев такой-то и тому подобное. Рекомендованная форма заявок размещена на сайте. Но люди такому ответу не рады. Ведь теперь все вопросы придется решать через Киев. Остали без денег, без ничего. И добиться ничего мы не можем. Пройти в банк, чтобы пообщаться с начальством напрямую тоже не получилось. Служебный вход под контролем охраны. Сказали, что уже все вам сказали, поэтому дверь мы не открываем. Еще вы разбили машину, еще за это будете отвечать. Общаться с нами люди отказываются. Но кто-то все же называет страшные цифры. Многие потеряли по много денег. И 200 тысяч, и 100 тысяч, и у кого сколько. У кого еще больше. Один вообще повесился, потому что у него было много денег. Пока что вопрос о возврате вклада в одесситам остается открытым. Ольга Голодова, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Сегодня в Доме офицеров сотни одесситов провели в последний путь двух бойцов военно-морских сил Украины. Они погибли под Мариуполем. Прощаясь с героями, одесситы встали на колени. Смотрите сюжет Ирины Стрибко. Бойцы специального подразделения, старший сержант Александр Стрелюк и мичман Олег Староженко 2 марта героически погибли при выполнении боевого задания под Мариуполем. Ребята были лучшими из лучших, достойными бойцами нашего подразделения, профессионалами своего дела, всегда отзывчивыми, отзывались на любые проблемы, были бескресливыми, настоящими героями. Родные, сослуживцы и просто одесситы провожают героев в последний путь со слезами на глазах. Пусть Господь примет их, ее Царство Небесное, их души светлые, даст силы их родным и близким выдержать это горе. И нам все выстоит. Я думаю, что с такими ребятами, с такими людьми мы, конечно, должны победить. Одесситы образовали живой коридор, а бойцы АТО опустились на колени, когда мимо них проносили побратимов. Александр Стрелюка и Олега Староженко будут хоронить в их родных городах – Николаеве и Херсоне. Ирина Стрябко, Алексей Филиппов, 7 канал. Сегодня в Одесском аэропорту приземлился самолет с ранеными бойцами на борту из зоны АТО. Их направили на лечение и восстановление в военный госпиталь. По словам волонтера Андрея Тантьюры, несмотря на ранения, бойцы пребывают в хорошем расположении духа. Сегодня встретили борт из Днепропетровска. Прилетело, приняли 29 человек. Из них три в тяжелом состоянии и сразу поступили в реанимацию Одесского госпитала. Изучение современных медицинских препаратов и практические занятия по предоставлению первой помощи. Так сегодня началось утро у морских пограничников. Анна Грынев расскажет больше о медицинских приемах. Традиционно все начинается с теории. Учеба проходит в маленькой тесной каюте. Специально приглашенные врачи рассказывают, как не растеряться в море при экстренных случаях. Корабль, военный корабль – это травмоопасное место, где много металлических предметов, где много движущихся механизмов, где возможны какие-то столкновения с вероятным противником. От того, насколько правильно будет выполнена взаимопомощь, самопомощь, во многом зависит дальнейшая судьба военнослужащих. А дальше самое интересное. Медицинские работники наглядно показывают, как правильно транспортировать раненого напарника. Такую комплексную программу обучения морские пограничники оценили. Евгений уже год служит на корабле Павел Державин. Мужчина говорит, пока травмоопасных ситуаций не было, но нужно быть готовым ко всему. Нам очень важно знать подготовку, как выполнять практические действия, пройти обучение и самим попрактиковаться. Такую подготовку мы проходим согласно курсу подготовки, но эти обязательства есть позаштатными. И экипаж сегодня поспілкувался с людьми, которые безусловно выполняют эти задачи каждый день. Час обучения прошел эффективно. За это время моряки отработали нужные навыки оказания доврачебной помощи и взаимодействия с коллегами при непредвиденных ситуациях. Анна Грынев, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Танцуй для Оли. Все больше людей присоединяются к одноименному флешмобу. Смысл его в том, чтобы собрать деньги 16-летней одесситке Оли. У девочки Сколиос нужна 33 тысячи евро для срочной операции в Германии. Но денег в семье не хватает. Желающие помочь Оли танцуют, записывают видео, выкладывают в интернет и передают эстафету другому. После переводят деньги на Олин счет. Станцевал для девочки и Седьмой канал. Она всегда улыбается и не любит жаловаться на жизнь. Оли 16. Три года девочка парализована. Передвигается в коляске. О своем состоянии предпочитает не говорить. Только о мечтах. Я, наверное, мечтаю встать, начать ходить, чтобы мои родители мной гордились, чтобы все было хорошо в нашей семье. И, наверное, я всегда, как любая девочка, мечтаю завестись в семью. А случилось все семь лет назад. Оля упала на уроки физкультуры. Через неделю не смогла ходить. Оказалось, у нее опухоль на позвонке. Нас бросили как бы в реку, и мы стали выплывать из этого ужаса. Первая операция была удачная, все было прекрасно. Доктор был счастлив, потому что была опухоль серьезная. Как спрут, она ввела спиной мозг, часть в грудном отделе. Поэтому была непростая. Через два с половиной месяца мы встали, и буквально через две недели нам стало хуже. Затем еще операция, и еще Оле поставили поддерживающую конструкцию, но она сломалась. Металлические детали торчали наружу. Врач, который установил приспособление, удалил его. Ну, удалил. Неудачно. Нас парализовало. На фоне неудачных операций начал прогрессировать сколиоз. Страдают внутренние органы. Девочки прочили полный паралич, но она борется. Учится в компьютерной школе и занимается волонтерской деятельностью. Помогает другим. Все, что осталось у Оли из прежней жизни – воспоминания и мечты. Воспоминания, как она танцевала, и мечты о том, как будет танцевать вновь. Я в детстве очень любила танцевать. И моя мечта – снова встать и станцевать. Это была танцеристка, как бабушка. Она всегда любила танцевать. И, по-моему, и сейчас любит. Времени мало. Всего лишь месяц. За это время необходимо собрать 33 тысячи евро. Это нужно срочно. Немецкая клиника согласилась помочь девочке. Прооперировать ее. И в дальнейшем мне нужна будет дорогостоящая реабилитация. Но я еще не знаю, как все будет. Главное – перенести операцию. Это сейчас главный момент. Потому что без операции я не смогу нормально сидеть, ходить в дальнейшем и заниматься полноценной жизнью. Врачи могут поставить Олю на ноги. Но времени с каждым днем все меньше. Помочь собрать необходимую сумму взялись небезразличные люди. Они организовали флешмоб под названием «Танцуй для Оли». Суть его заключается в том, чтобы станцевать, записать видео, выложить в сеть и передать эстафету другому. Каждый танцующий должен перевести деньги на Олин счет. К флешмобу присоединились одесские клоуны и группа «Дюктайм». Многие одесситы в соцсетях призывают танцевать для Оли. Он очень мотивирует меня. Мне пишут очень много пожеланий. Люди желают только всего хорошего, доброго. Я нашла много друзей себе, как начался этот флешмоб. Седьмой канал присоединяется к флешмобу «Танцуй для Оли». Оля, мы танцуем для тебя. Эстафету передаем коллегам-журналистам. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин. Седьмой канал. Себестоимость килограмма хлеба в Одесской области составит 30 гривен. Такую цифру озвучил руководитель областной ассоциации сельскохозяйственных производителей Георгий Чикликчи. Он также отметил, что средний вес буханки составляет 700 граммов. Пока же с 1 марта хлебобулочные изделия от одесского каравая вновь выросли в цене на 10%. Рост цен обусловлен, в частности, стоимостью муки. К этому повышению большинство одесситов относятся с пониманием, а некоторые его даже не заметили. «Никогда не запоминаю, сколько стоит хлеб. Пришла то 5, то 6, то каждый раз беру разный. Поэтому нет, честное слово». «Заметила, но не намного. Например, обеденный я всегда покупаю. Было 5 с чем-то, сейчас 6 с чем-то. Ничего еще, нормально. Где-то в других городах уже по 10 вообще говорят». «Как минимум на гривну. Ну, батон обеденный. И также серый тоже. Белый серый в основном. В Киеве обещали много этих социальных лотков хлебных. Не знаю, в Одессе будет такое, не будет». «Я не понимаю, почему подорожали. И закупки, и зерно были прошлогодние. Поэтому я считаю, что он не должен дорожать». «Да, бабушка постоянно об этом говорит. Я хлеб не ем». «Я, правда, не с Одессы, я с Болграда. У нас значительно подорожал. Самый дешевый – это отрубной 3,75. Очень подорожал хлеб. Я насчет хлеба не против. Потому что хлеб в аграрии очень тяжело его выращивают». Туманы и ветер отступили, а на смену им в город пришла весна и подняла одесситом настроение. Сегодня в первой половине дня в городе было ясно и солнечно. На море полно отдыхающих. Они занимаются спортом, ловят рыбу, кормят птиц, а еще ищут драгоценные металлы. Юлия Федорова тоже нагуляла аппетит и вернулась в отличном настроении. «Ну, вроде как в пределе, понимаете. Мужику же надо куда-то руки деть. Они одни курят для того, чтобы как-то занять руки, а другие вот с палочками идут, чтобы не просто так». Евгений Иванович в первый же теплый день взял в руки палки и пошел на море. Он занимается скандинавской ходьбой. Говорит, такой незамысловатый вид спорта позволяет укрепить мышцы всего тела. В работу включаются ноги, руки, спина, пресс и шея. Улучшается работа сердца, а легкие активно насыщаются кислородом. «Многие после 60 лет получают от этого удовольствие и оздоровление, потому что работают не просто ноги, когда ты гуляешь, а еще работают руки. И получается, что значительно больше физическая нагрузка». Весна – лучшее время для спорта и закаливания. На центральном пляже, на восьмой станции Большого фонтана, одесситы снимают куртки и делают зарядку прямо на берегу. Температура воздуха плюс семь. Бабушки на скамейках наслаждаются свежим морским бризом и ведут неспешный разговор. «Это же само здоровье. Очень даже мне нравится». Анатолий Иванович приехал в Аркадию на рыбалку. Взял несколько удочек и подготовил наживку. Говорит, уже пришло рыбное время. «Весна, время нересто подходит, и рыба должна идти, берег должна не реститься». Пока не клюет, но сама возможность посидеть с удочкой на пирсе уже улучшает и настроение, и самочувствие. «Просто природа, приятно, воздух, вот и все. И солнышко, загорать можно». Традиционно после шторма вышли на работу золотоискатели. Они обходят пляжи с надеждой найти драгоценности, которые летом потеряли отдыхающие. Рядом на пирсе медитирует йог. Радуются теплым денькам и мамы с детьми. Гулять можно хоть весь день. «Замечательно, после вчерашнего тумана, просто пелесть». Если вам не приглянулось ни одно из занятий на море, всегда можно покормить птиц. Чайки, бакланы и голуби только рады нежданному обеду. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Перформанс Канави на Диволановском спуске. Вольные одесские поэты, музыканты и танцоры представили постановку на фоне индустриального пейзажа и назвали ее «Совесть». Это серия мастер-классов, которая станет доступной для всех. О нестандартном проекте больше в следующем сюжете. Такого одесская Канава еще не видела. Индустриальные пейзажи Диволановского спуска ожили и заиграли по-новому. Заброшенные дома, остатки рухнувших зданий и разбитые окна. А на их фоне – поэзия и танцы. Ты горда самостийностью Львова, Жизнь твоя молодого повесы, Да спасешься от грубого слова дерзким юмором старой Одессы. Это Стас Домбровский. Он и придумал такой формат. Вместе с ним и вся альтернативная молодежь Одессы. Они пишут стихи и музыку, поют, танцуют, снимают кино и фотографируют. А теперь еще и смогут обмениваться опытом и знаниями, как друг с другом, так и с именитыми одесскими мастерами. Все вместе они объединились в клуб под названием КПД. Клуб КПД – это поэты, художники и вообще творческие люди Одессы, которые объединились в некое единое целое, дабы поработать над собственной профанацией, неумением реализовать себя в творчестве. Каждый в своей области собрались в одну группу и начали нанимать специалистов для работы над собой. Актерское мастерство, пластика, постановка ритма. Сегодня фотограф Андрей Рафаэль и видеооператор Кирилл Максименко записывают мастер-класс от Никиты Митрофанова. Он участник и лауреат многих турниров и фестивалей, тренер-воспитанник Ассоциации современного эстрадного танца Украины. Участие в этом проекте для Никиты – возможность продвинуть идею, что танцевать должны и способны все. Чувствовать себя комфортно в своем теле, подавать себя, танец – это язык тела, и на самом деле очень часто помогает как-то раскрыть себя, забыть о каких-то проблемах и просто наслаждаться танцем. Рядом рабочие носят строй материалы, продолжая разбирать завалы рухнувшего дома. Люди спешат по своим делам. Прохожие останавливаются и смотрят на постановку с моста. Это вок – танец, имеющий афро- и латиноамериканские корни. Он зародился в 60-х годах прошлого столетия. В свое время вок положил начало совершенно новой уличной субкультуре. Танец был придуман в Гарлемской тюрьме самими осужденными. Они повторяли движения людей на подиуме, устраивали некий свой… То есть это выход за рамки. Все мастер-классы будут показывать на экране в одном из одесских арт-кафе. Они появятся и в соцсетях. А пока уже сейчас в клубе КПД можно начать обучаться актерскому мастерству и риторике. Постановке ритма, личностной манере чтения письма, созданию образа на сцене и в жизни. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. В Одессе исчезли деревья на площади Бориса Деревянка. Неизвестные похитили несколько елей. Насаждения вырвали с корня, некоторые поломали. Украли ценную голубую ель, стоимость которой более 2000 гривен. Это уже не первый случай. Перед Новым годом украли две ели и сосну. Тогда деревья не простояли и месяца. Руководство коммунального предприятия просит одесситов бережно относиться к зеленым насаждениям. Заодно напоминает об административной и уголовной ответственности за кражу и порчу деревьев. Хочется просто обратить внимание небезразличных людей и жителей города Одессы. Не так легко на сегодняшний день все это дается. И так вот относиться к тем вещам, которые делаются, я считаю, это крайне некорректно. И таких людей надо наказывать. В Горде-Интресте говорят, высаживание хвойных было началом реализации целого проекта благоустройства площади Деревянка. В будущем там планируют обустроить автоматическую систему полива и уложить новую плитку. Незаконное строительство несет реальную опасность для одесситов. Надежность любого нахалстроя стравят под вопрос общественники. Все правонарушители по-прежнему действуют по известной схеме. Сначала застраивают территорию, потом с помощью сюда узаканивают строение. Ведь такой путь гораздо дешевле. Если когда-то самострои узаканивались до кризисных времен, через суд была такая схема, то суды хотя бы требовали техническое заключение, что это строение не развалится через 2-3 года. На сегодняшний день ГАСК этого не требует. Самострой равно коррупции. То есть по-другому быть не может. То есть если есть самовольное строение, значит 100% там есть коррупционная составляющая. Юристы говорят, бороться с нахалстроями можно, но для этого придется потрудиться. Необходимо обращаться в наш местный ГАСК, в наш горсовет и в прокуратуру. На то, что вот мне так и так известно, что по такому-то адресу строится самовольное строение. Прошу это подтвердить. Если вы получите подтверждение того, что это действительно нахалстро, необходимо уточнить, на чьей земле он расположен. В этом вам поможет кадастровая карта Украины. Она находится в общем доступе на просторах интернета. И если самовольное строение расположено на городской земле, дело перейдет в распоряжение прокуратуры. Самодельный болид студентов Одесского политехнического университета примет участие в чемпионате мира по автогонкам. Команда проектно-конструкторского бюро «Формула» была собрана в Политехе на базе Института машиностроения. Ребята уже создали одну гоночную машину и заявили о себе на международных соревнованиях «Формула Стьюдент» в Венгрии. А теперь прошли отбор на очередной этап этого молодежного чемпионата. В этом году у нас есть такие очень амбициозные планы принять участие в самом престижном этапе, который будет проходить в этом году в Великобритании. Мы сейчас спроектируем второй автомобиль, который сейчас находится в лаборатории. На данный момент он в стадии разработки. В мае второй автомобиль должен выехать на свои первые тесты. Автогонка состоится 9-12 июля на английском автодроме «Сильверстон», где ежегодно проходит знаменитый гран-при Великобритании «Формуле-1». В ней примут участие порядка 100 команд. Студенты Одесского политеха рассчитывают войти в десятку лидеров. Украина отмечает 200-летие со дня рождения композитора, дирижера и автора музыки гимна нашей страны Михаила Вербицкого. А еще 150 лет назад гимн Украины был впервые исполнен публично. В марте этого года мы отмечаем две знаковые и связанные между собой даты. Исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Вербицкого и 150 лет с тех пор, как впервые украинцы исполнили национальный гимн. Мы решили узнать у одесситов, знают ли они, кем и когда он был написан. Украинской народной республики. Начало 15-20 года. Слова гимна жители нашего города тоже вспоминали с трудом. Как же это начало? Сейчас скажу, не умерла Украина. Что-то такое затрудняет сейчас. Дед не прав, не прав, не прав, не прав. Честно, вы из памяти будете, спасибо. Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля. Еще нам братья. Украинцы усмехнется доля. Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля. Еще нам братья молодые, усмехнется доля. Сгинут наши варежаньки и краса на солнце, запонуем им братья на своей стороне. Несмотря на это, кто-то наоборот. Гимн полюбил. Многие признаются, слова вспоминают сразу, когда его поют массово. Гимн Украины. Только недавно я стала с удовольствием его слушать. Красивая музыка. Как-то раньше не очень. Но кто написал, очень давно кто-то написал. Помню, чуть ли не в прошлом веке. В отличие от нас, музыковеды утверждают, что современники Вербицкого хорошо знали его произведения. Мастер оставил почти 40 церковных композиций, более 10 оркестровых рапсодий, несколько симфонических увертюр, написал музыку к 20 театральным представлениям. К сожалению, сегодня его музыкальное наследие должным образом не изучено. Ирина Стрябко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Наркотики и оружие в одной квартире у ранее судимого 33-летнего одессита. Сотрудники милиции обнаружили раствор опиомакового соломку, каннабис, огнестрельные пистолеты, патроны. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На время проведения досудебного расследования задержанный будет находиться в Одесском следственном изоляторе временного содержания. В Одессе 9 марта будут читать произведения Шевченко. Конкурс пройдет прямо у памятника писателю. К участию приглашают всех желающих. Мероприятие организовано в честь 201 годовщины со дня рождения великого украинского поэта. Для участия в конкурсе организаторы просят подготовить два произведения Тараса Шевченко. Организатором мероприятия выступило коммунальное предприятие «Парки Одессы». И напоследок весенний привет от настоящих одесских котов. Вместе с мартом проснулись и традиционные кошачьи чувства. Животные начали активно выяснять отношения. Одесситам приходится только мириться с зовом природы о своих маленьких соседей. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова